Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Вот, Емель. Я привезла тебе сестру. В Москве прошла премьера фильма Александра Галибина «Сестренка». Я попробую вместе с художником Машей Митрофановым сделать седьмой подвиг Геракла. В мастерской Петра Фоменко рассказали о планах на новый сезон. Вот доказательство того, что у нас нет ни рамок, ни формата. Участники клуба «Шаболовка-37» выступили в концертном зале Чайковского. В кинотеатре «Иллюзион» показали фильм «Сестренка». Режиссер Александр Галибин экранизировал повесть башкирского писателя и поэта Мустая Карима «Радость нашего дома». На премьере побывала Юлия Струкова. В фильме «Сестренка» у режиссера Александра Галибина была непростая задача, а в главных ролях военной драмы – дети. Мы потеряли ноту, которая была, когда был жив Раван Антонович Борьков с его уходом. Вот эта нота в детском кинематографе, нота доверия к человеку, к маленькому. И его такому становлению, да, не как это видит взрослый, а как это видит сам маленький этот человек. Вот это мне очень дорого, и я бы хотел это, конечно, вернуть. Действие картины происходит в годы Великой Отечественной войны. В разоренном доме советские солдаты находят украинскую девочку Оксану. Она обретает приют в новой башкирской семье. Вот, Емель. Я привезла тебе сестру. Мне? Картина снята по повести «Радость нашего дома» Мустая Карима, народного поэта Башкортостана, в саде рождения которого исполняется 100 лет. Фильм на башкирском, русском и украинском. Литературная основа максимально сохранена. Продюсер ленты, внук Мустая Карима, на многое смотрит глазами фронтовика деда, которого называли медленно стареющим ребёнком. До самых преклонных лет, а ушёл на 86-м году жизни, он сохранял очень детское непосредственное отношение к жизни, но при этом был очень опытным, мудрым и практичным человеком. В роли Оксаны Марта Тимофеева на её счету уже десятки ролей. В Башкирии девочку заворожили природа и язык. Я весь башкирский язык не учила. Я, скорее всего, учила свои сцены. На роль Емиля мальчика искали по всей Башкирии целый год. Он должен был не только говорить на башкирском и русском, быть артистичным, но, по словам режиссёра, чувствовать корни языка. Почти отчаялись, пока не нашли пятилетнего тогда Арслана Крымчурина. Нам он сначала сообщил, что любит сниматься в кино и петь. Продемонстрировал башкирский рэп. А потом объяснил разницу между книгой и фильмом. В фильме, когда мы снимали, мы не прямо копировали повесть, а сняли ещё одну подобную этому историю. Фильм снимали на Урале, где выстроили огромную декорацию башкирскую деревню. Деревня, несколько домов с интерьерами, с экстерьерами, заборы. Деревня построила. Деревня на фоне гор. Получилась добрая, благородная история о борьбе с трудностями и становлении личности с трогательным финалом. Не плачьте, Сленка, мы ведь скоро увидимся. И будем всю жизнь в друг другу в гости ездить. Как народ и все молодцы, я зову Каримов. Добрый, Петра! Добрый! Они подружились не только в фильме, но и в жизни. Мы хоть живём в разных городах, в городах, мы всё равно до сих пор общаемся. Мы звоним друг друга по телефону, переписываемся. Особенно я подружился с Мартой. Мне очень понравилось с ней сниматься. Фильм «Сестрёнка» в прокате с 19 сентября. Юлия Струкова, Михаил Жульков, Новости культуры. В театре «Мастерская» Петра Фоменко прошёл сбор труппы. О планах коллектива на новый сезон узнала Валерия Кудрявцева. В сентябре-октябре заметно увеличивается расход белого грима, шутит директор Андрей Воробьёв на сборе труппы. Из отпуска все загоревшие, отдохнувшие и горящие. Новыми планами. Сезон обещает быть богатым на неожиданные эксперименты. Впервые в театре появится опера. К тому же «Мона» — «Путь к сердцу». На дне работают Алексей Кузьмин-Тарасов с актёром Игорем Войнаровским. Дмитрий Крымов поставит спектакль под рабочим названием «Моцарт. Дон Жованни». Это первая его работа в мастерской Фоменко. Здесь такая атмосфера намоленная. Такой повёрт мощный, красивый. Тебя пригласили поплыть на нём. Это следующие остановки. Ждут новые работы от режиссёра театра Ивана Поповски. По само собой сложившейся традиции он ставит здесь примерно раз в пять лет. Так что поклонники успевают соскучиться. В этот раз работа неожиданная. Молли Суини по пьесе ирландца Брайана Фрилла. Тяжёлая пьеса, но очень будоражит внутренний мир. И хочется думать, хочется, надеюсь, проживать. Традиционная интрига, что будет ставить худрук Евгений Каменкович. Он всегда последним объявляет о своём выборе новая возможность определиться остальным. Я попробую вместе с художником Машей Митрофановым сделать седьмой подвиг Геракла. Это старая, старая и первая пьеса моего любимого драматурга Михаила Рощина. Я в своей жизни два раза к нему обращался. Мне кажется, достаточно успешно. Вот посмотрим, что из этого получится. Тем временем на старой сцене кипит работа над счастливыми днями по Беккету с Ксенией Кутеповой и Иваном Верховых в главных ролях. На малой сцене совсем скоро премьера «Махагонии». Проба стажёрской группы театра в рамках лаборатории «Пробы и ошибки» режиссёр Фёдор Малышев. А в портфеле театра новая пьеса от постоянного автора Фоменок Ольги Мухиной, которую, скорее всего, тоже поставят в этом сезоне. Валерия Кудрявцева, Дмитрий Яковлев. Новости культуры. Генеральным спонсором Большого театра стала компания «Инго Страх». Договор о сотрудничестве в новом сезоне подписали генеральные директора театра «Владимир Урин» и компании «Михаил Волков». Мы давно сотрудничаем. И это сотрудничество всё время, я вам должен сказать, что был целый ряд в рамках, причём они являются членами препечительского совета. И в рамках этого препечительского совета это сотрудничество осуществлялось. Но не только в рамках. Были целый ряд проектов, которые «Инго Страх» поддерживал. В качестве генерального спонсора «Инго Страх» планирует реализовать проект «Большой детям», чтобы познакомить юных зрителей, в том числе сирот, с главным театром страны, его историей и современными постановками. Также будут организованы выступления ведущих артистов Большого в регионах. «Инго Страх» учредит специальную премию сотрудникам театра за вклад в его деятельность. «С одной стороны, финансовые вложения, конечно же, любому культурному институту требуются, будь то какой-либо музей, театр. Невозможно развивать культуру без финансовой поддержки. Но мы, как «Инго Страх», считаем, что только финансовая поддержка – это не так сложно и это не так интересно. Нам хочется участвовать осознанно. И мы предложили несколько проектов, которые мы сейчас планируем развивать. Мультимедиа-арт-музей представляет первую в России выставку работ шотландского фотографа и дизайнера Филиппа Колберта. На вернисаже побывала Анастасия Егорова. Я со мной носил голубую рубашку, красную. И когда в моем творчестве появился лобстер, я стал думать о том, как его одеть. У него должна быть своя униформа. И я придумал ему узор из яичницы. Это как классический рисунок в горох, который узнаваем во всем мире. К тому же для меня яйцо и есть символ жизни. Филипп Колберт, магистр философии и дизайнер одежды, одевающей знаменитостей, утверждает, стал настоящим художником, когда в его творчестве появился лобстер. Считает его своим альтер-эго. Теперь без лобстера не обходится ни одна работа Колберта. В Москву привез целую армию. Для первой выставки в России придумал своему герою несколько новых миров, в которых реальность переклилась с фантастикой. Здесь я вдохновлялся творчеством Хаима Сутина. Кузок мяса? Для меня мясо очень сильный символ человечества. Мы потребляем мясо, мы состоим из него. Это даже более важный символ, чем череп. Потому что это символ животного начала. У меня здесь есть даже человечек, состоящий из стейков. В реальности Колберта у лобстера будни простого молодого парня. Он катается на скейте, делает селфи, порой становится супергероем. И древнегреческий храм, соответственно, держится на статуях в виде его предков. Для меня лобстер, живущий в придуманной мной стране, это диалог с его миром, с его историей. Это интерпретация, то, что для меня важно в искусстве. Это моя творческая идентичность. Я так сильно погружен в создание виртуальной реальности моего лобстера. Это сближает меня с персонажем. Теперь каждый может погружаться в мою персональную реальность, но оставаться своей. Глазами мультяшного рака художник смотрит на шоу-бизнес, технологии, политику и массовое производство. Его гигантские хаотичные полотна также напоминают о сверхаппетитах общества потребления, подчеркивают перенасыщенность мира информацией из интернета. В работах смешивает стили, объединяет крайности. На создание собственного лобстера Филиппа Колберта вдохновила работа Сальвадора Дали. Домашний телефон, на трубке которого сидел Амар. Такой шуткой Дали выразил протест поклонению техники, которая, по его мнению, отдаляет людей друг от друга. В реальности Филиппа Колберта та же идея объединена с поп-культурой. По холстам Колберта можно изучать историю искусств. Он совмещает персонажей Баски, Бекона, Пикассо, Ван Гога в одних сценах с лобстером, который всегда в центре. Премьера к юбилею, живопись в императорском стиле и фестиваль на родине классика. Всё это уже сегодня. БДТ открывает сезон новым спектаклем «Палачи» по пьесе английского драматурга Мартина Макдонаха с народным артистом Советского Союза Олегом Басилашвили в главной роли. Премьера приурочена к юбилею выдающегося артиста, которому 26 сентября исполнится 85 лет. Фестиваль традиционной китайской живописи во Всероссийском музее декоративного искусства. Произведение в стиле гунби, что переводится как «тщательная и прилежная кисть», отличает особая изысканность и парадность. Представлены произведения современных художников из России и Китая. В Таганроге театральный фестиваль на родине Чехова. Программу открывает спектакль на дне. Лауреаты национальной премии «Золотая маска» Пермского театра у моста. В режиссёрском замысле Сергея Федотова современное прочтение пьесы сочетается с декорациями образца 1902 года. В зале Чайковского выступили Вадим Эллин Крик и участники клуба «Шаболовка-37». Этот вечер открыл серию концертов совместного проекта телеканала «Культура» и «Московской филармонии». У сцены телевизионная техника. Пока зрители рассаживаются в зале, идёт проверка звука. За кулисами самый невозмутимый ведущий проекта клуб «Шаболовка-37» Вадим Эллин Крик. Мне это как раз гораздо проще, когда в зале 1600 публики, чем когда у меня глазок камеры абсолютно безликий. Я должен представить, что там сидят мои телезрители. Вот это действительно сложно. А так всё супер вообще. В это время в гримёрных к выходу на сцену готовятся гости и друзья клуба. Пианист, педагог и композитор Данил Крамер подготовил специальную аранжировку темы на солнечной стороне улицы. А также странный блюз. Смесь буги-вуги с рок-н-роллом. Я уже участвовал в клубе. Но тогда это была студийная запись. Я к вам приезжал на канал. Мне очень понравилось. И понравилось общение. И понравилась реакция публики. Живая совершенно. Это не дежурные вовремя аплодисменты на ток-шоу. А нормальная, живая публика. Фактически я помню свои ощущения. Я играл как на концерте. Несмотря на то, что клуб «Шабловка-37» вышел за пределы телестудии, его приоритеты остались неизменны. Дружеское и творческое общение, авторские композиции, джемсейшн. И, конечно, никаких стилистических границ. Мы решили подготовить что-то такое необычное и свежее. И я буду использовать помимо акустического звучания баяна, также электронное звучание. То есть можно будет услышать, как на баяне издаются звуки, например, колокола или электрогитары. Десять музыкантов и коллективов в одном концерте Вадим Эйлин Крик объединил на сцене ярких участников прошлого сезона. Мы же когда говорили, что у нас нет рамок и нет формата, никто даже не думал вообще, к чему это всё приведёт. По большому счёту, вот оно, вот доказательство того, что у нас нет ни рамок, ни формата. Мы старались сделать как можно более широкий спектр участников этой программы. А поэтому, мне кажется, эта программа должна быть интересна всем зрителям. Клуб «Шабловка-37», конечно, вернётся в привычную студию. А те, кто не смог посмотреть онлайн-трансляцию на нашем сайте, увидят концерт на телеканале «Россия. Культура». Ольга Енина, Виталий Пронин. Новости культуры. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «Наблюдатель». Сегодня она посвящена 80-летию ВДНХ. О советском острове «Утопия», ведущей Щёкли Толстой, расскажет куратор музея ВДНХ, историк Павел Нефёдов, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачёва, основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаудзинов. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин